Всем привет! Продолжаем гулять по миру, смотреть что-то интересное. Вот в Стокгольм хочу вам показать памятник Джону Эриксону. Автор памятника скульптор Джон Борридштон. Памятник был открыт в 1901 году. Это американский инженер, родился в 1803 году, изобретатель шведского происхождения, наиболее известен как создатель знаменитого броненосного корабля Монитор. Спроектировал локомотив Новелити в партнерстве с инженером Джоном Брэйтуэйтом. Джон Брэйтуэйт, английский механик, создал первую пожарную телегу, на которой использовал насос, приводивший действие с помощью паровой машины. Кстати, Джон Эриксон, это человек, которому вот этот памятник, считается изобретателем грибного винта в судостроении. В 1823 году Джон Эриксон изобрел первую тепловую машину, которая приводилась в движение с согретым воздухом. В 1826 году он вышел в отставку, отправился в Англию, чтобы принять свое изобретение. Но, к сожалению, никакого успеха не достиг. После этого изобрел паровой насос, конденсатор и паровой котел нового типа. Котел Эриксон установил на свой новый паровоз, но в 1829 году он проиграл в конкурсе на лучший и быстрейший паровоз, потому что победил паровоз с названия ракета Джорджа Стивенсона. В 1839 году поселился в Штатах. В 1843 году построил первое военное судно, первый пароход с двигателем под ватерлинией и грибным винтом, который вызвал целый переворот в телеустройство военных паровых судов. Во время первоамериканской гражданской войны Джон Эриксон известен постройкой военного судна особого устройства, которое он позже усовершенствовал, превратив не на носик. Кстати, его позднейшим изобретением принадлежит так называемая солярная машина, solar machine, которая собирает на особом зеркале солнечные лучи и служит непосредственным источником тепла. Ну, как солнечные батареи. Он считается изобретателем грибного винта в судостроении, как я уже сказал ранее. Вот такой памятник в Стокгольме. Вот немножко об этом человеке Джоне и Эриксон. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok